Итак, ребята, всем привет! Сейчас вечер, уже довольно темно. Сегодня 7 декабря 2022 года. 16 часов 58 минут. Хочу сказать, что темнеет у нас примерно уже темно, уже темнеет. Там уже туман и ничего не видно. И мы сегодня будем с вами сравнивать вот эти два бинокля. Китайский, который называется Норберт, и он меня действительно удивил. И советский бинокль, который пережил миллион падений. Видите, как у него все разбито, все побито. Сколько он падений не переживал, ему все равно. Советский бинокль есть советский. Он, конечно, в три раза тяжелее вот этого и в два раза больше. В два, если не в два с половиной. И теперь мы с вами посмотрим в другую сторону и посмотрим, как смотреть через оба этих бинокля. Меня на самом деле поразил вот этот малыш. Я недавно... Знаете, вот этот бушит или буршит, как-то так вот называется, трубка вот эта, которая ужасная. Так вот этот бинокль очень похож на советский, только у него немножко светосила хуже. Давайте проверим. О, не то сделал, давайте. Оп, пошел поворот. Берем советский и давайте на советском посмотрим, что мы здесь увидим с вами. У нас туман и мы видим доман. Вот так вот это выглядит на советском бинокле. Довольно широкий обзор. Ну и, соответственно, мы можем... Светосила очень хорошая в него. Мы очень можем хорошо рассматривать вдаль. Вот, обратим внимание, церковь, я не знаю, видна, но должна быть видна. Обратите внимание на церковь, если она здесь есть. Есть. Теперь берем китайский бинокль, который я себе оставлю. Выглядит он еще так классно. И давайте посмотрим уже в него. Он смотрится, вернее, смотрится в него не хуже. По ширине немножечко уже. Но, если советский бинокль там 8 крат, то этот китайский 10 крат. И здесь реально 10 крат есть. Мне кажется, ребят, что хороший выбор. Синевый никакой нет. По краям никаких штук фиолетовых тоже нет. Мне кажется, хороший бинокль, и его можно смело брать. Еще бы найти, куда здесь... Вот так вот. Ребят, я думаю, что это хороший действительно бинокль. И лично я после советского бинокля, глядя в этот бинокль, не плююсь. Единственное, что здесь есть какая-то проблемка, это все-таки, на мой взгляд, светосила похуже, чем... Потерялся всем. Чем в советском. Я думаю, вполне достаточно этого. Ребят, я буду этот бинокль оставлять себе. Ну, и могу еще через некоторое время дать отзыв и, соответственно, рассказать, как этот бинокль будет чувствовать себя в каких-то других местах. Кроме этого, ребят, китайский бинокль, вот этот, идет вместе с таким чехлом, наверно, плохо видно, который даже у него есть... Даже у него есть вот такой вот для ремня, такая вот штука, куда можно продевать ремень. Внутри довольно приятно. Ох, кстати, ребят, у него даже есть веревочка, или как-то сказать, ремешочек. Он не порвется, этот ремешочек как раз на шею, как раз я его не нашел. В общем, я оставляю, если будет интересно что-то, задавайте вопросы, в общем, обязательно отвечу. Пока!